Девушки отдыхают Машинами, которые двигаются на своих двух ногах, отнюдь уже не фантастика. Будущее рождается уже сегодня. Не где-нибудь, а здесь, в нашем городе. Электростальские умельцы создали бригады, которые смогут дать новые возможности к развлечению и, вероятно, создать новые виды спорта – гонки на роботах. Привлечь больше внимания специалистов к своему творению Константин Иванов смог на выставке 10-го международного салона промышленной собственности «Архимед-2007». Константин Ивановцы товарищи бросают вызов японской корпорации «Хонда». Насколько мне известно, это первый робот, шагающий на двух лапах, робот андроидного типа, деланный у нас в России. Еще никто, насколько мне известно, на один профессиональный коллектив, на один и не смог сделать такого робота или что-то похожее. Да, оба робота ходят, не теряя равновесия. Робот «Страус» гюрского периода. Такое его название Константин дал своему чуду. Построенный Константином и его друзьями андроид призван быть не только аттракционом, сколько доказать, что коллектив единомышленников может решить любую конструкторскую задачу. Будущее. Продолжение следует... Да, будущее здесь. Вот оно. Разгоряченных скакунов еле-еле заводят в стартовый загон. Начали дружно, никто не хочет уступать ей сантиметра. Дистанция 2 километра, приз 7 миллионов рублей. А победил в жеребе скерц, неопытный новичок, которого поначалу не принимали всерьез. Так что случайная ставка на фатализаторе могла принести кому-то серьезный выигрыш. Так бывает. Робот двухногий – это очень трудный случай для конструкторского воплощения. Как вы решили вот свою задачу? Я потрясен вашим роботом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, потому что действительно сделал Константин классную работу, хотя он и не раскрывает свои тайны, но марш, парад Страуса на меня произвел неизгладимое впечатление. Я ничего подобного никогда не представлял. И действительно его работа интереснее, чем японские. Японские маленькие сравнительно и для домашнего как бы обихода. Здесь силовая машина очень интересная. Продолжение следует...